Итак, вот у нас молекула ДНК, которая находится в ядре. В ней есть ген, это участок, кодирующий белок. И фермент топоизомираза у нас в начале транскрипции разворачивает молекулу ДНК, чтобы две ее цепи из спиральной структуры перешли в линейную, чтобы ферменту было с ними проще работать. Потом подходит новый фермент хеликаза. Она разрывает водородные связи, изолируя одну цепь ДНК от другой. И вот у нас две независимые цепи ДНК. По антисмысловой цепи, начинающейся с три штрих конца, фермент РНК-полимераза создает информационную РНК. Вот у нас РНК создалась комплементарно и антипараллельно. Ники ДНК возвращаются в исходное состояние, а молекула ИРНК, которая списалась с ДНК, может вступить в сплайсинг, то есть в процесс удаления неинформативных участков интронов. Итак, вот у нас готовая, но еще незрелая молекула ИРНК. Из нее можно удалять интроны. Вот они в процессе сплайсинга удалились неинформативные участки, и образовалась зрелая РНК. Молекула ИРНК находится в цитоплазме, вокруг нее собрались две субъединицы рибосомы. И первыми они видят кадон АУГ. И к рибосоме уже движется ТРНК со своей активированной аминокислотой. Она подходит, но они не комплементарны, и рибосома избавляется от этой ТРНК. А вот, наконец, подошла комплементарная. После этого рибосома передвинула ТРНК во второй центр и готова уже присоединять новые аминокислоты. ТРНК сравниваются с кадонами ИРНК, сменяют одна другую в пептидильном центре, передают друг другу свои аминокислоты, и постепенно в пептидильном центре формируется белок, состоящий из множества аминокислот. А в конце 100 кадон урациладенинаденин, после этого рибосома свой белок уже отпускает, и он направляется на эндоплазматическую сеть. Все, белок готов. Трансляция для небольшого белка занимает где-то 3 или 5 секунд. Продолжение следует... Продолжение следует...